Посмотрим, где новички. Я смотрю, с нами нет человека, который один из наших самых главных друзей. И вот он мне присылает следующую. Это здесь, потому что я отсюда не умею скопировать, а написано здесь. Итак, Ребрик, тот самый главный редактор журнала «Вестик садовода». Добрый вечер, Олег Константинович. Книгу получил. Огромное спасибо. Очень рад, что ты есть, что ты такой славный, что книга получилась. Только вот очень грустно, что я в лучшем случае всего лишь 1270-й читатель. Привеличил три раза. Книги лежат. «И открыватель тайн плодовых деревьев, читатели и последователи, у тебя должны быть миллионы». Вот такая грустная для меня это грустная. Спасибо, конечно, но тайны природы хватит на все времена, пока будет жив человек. «Никто, похоже, никто так и не откроет, как заставить людей жить, прислушиваясь к лению природы, а не пытаясь победить ее и всех». Золотые слова. Александр Алексеевич Золотые. Так, ну давайте смотреть, что у нас, какое общение. Нормальное общение, письма есть. Так, Арсен просит прощения. В общем-то, понятно. Виноградов, здравия виноградов. Так, что-то вы мне... Сейчас, 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 сейчас. Я вспомню. А мы просто не дошли до этого. Ладно. Замалдинов. Ну, тут на месте. Всем привет. Передает здоровье. Бухтияров с Казахстана тоже. Демина Екатерина. Привет с Алтайского края. Снегирёв Александр. Так, все вот. Всем доброго времени суток. Брат Кострома. Здравствуйте. Антон Колесников. Привет с Казани. Тот самый. С пожеланиями доброго вечера. У нас опять морозы. Снега в этом году рекордное количество навалило. Настоящая зима не европейская. Ну, что я скажу. Ну, что я скажу. Вот. Только посочувствовать могу. Рахманин. Кудымкар. Всем привет. Свинин. Архангельская область. Привет. Валерий Константинович, ваши абрикосы у меня растут. В апреле снимем видео. Обзошло 120. Хе-хе-хе-хе. Косень осталась 60. Да, это здорово. Знаете, когда человек потерял половину, я должен огорчаться. Да я радуюсь. Не надо огорчаться не того, что потерял, а там потеряли. То, что осталось. 60 абрикосов. Да вы сразу становитесь лучше в районе, а может и в области. Милая Екатерина. Так. Артем Шилов. Здравствуйте. На выходные прошел дождь в городе Лиссосибирске. Абрикос покрылся. Корка льда. Наверное погибнет. Может на зиму укутывать ствол каким-нибудь материалом. Снег высотой 60 сантиметров. Дело в том, что абрикосы боятся этого укрытия хуже, чем не укрывать. Корка льда. Мне почему-то кажется, я могу ошибаться. Потому что у меня такой случай был только один раз, и я не заметил никаких последствий. Вот. Ну, снегом закрывает. Понятно. Корка льда. Вот. Ну, урожай пропустить. Ну, чтоб погиб. Нет. А вы пишите, погибнет. Давайте так. Артем. Пройдет время, и вы нам расскажете. Чем дело кончилось? Пожалуйста. Ладно. Мы же набираемся опыта все вместе. Всем добра. Так. Артему Ледяной Дождь. Артему. Смотритель. Смотритель Николай. Смотритель это Александр Николаевич. И на самом деле его фамилия Песоцкий. Так вот. Он один из самых наших грамотных в нашем кружке. Ледяной Дождь не повреждает абрикос. Если только механически не сломает. Ну, вот вам уже ответ. Человека, который с этой темой знаком. Лабасу, добрый вечер. Эльдар. Здравствуйте. Алтай. Лабасу, добрый вечер. Эльдар. Здравствуйте. Приветствую. Садоводы. Алтай. Село. Валерий Константинович. Вот видео. Валерий Железов. Как заложить себя своими руками. Заработать тысячу рублей за сезон. Сто тысяч рублей. Это мой этот. Мой лозунг. Вот как заработать. Девять часов назад. Та же история Псхове. Двадцать плюс деревья пережило три земли. Только три дерева. Из них одна яблоня, одна груша. Абрикос начал давать побеги от корней. Ствол замерз. Эти деревья купленные на местности. Приживительность спасает. Так что автор может эксперт. Не только в южной части Сибири. В остальном не рекомендую брать. Брать за пять дорого. И то, что не имеет эффекта. Так. Ничего не понял. Пять часов назад ничего не делал. Сажал глину. Вода с полметра. Так же сажал из других питомников. Условия разницы. Где-то чернозем на южном холме. Там конечно лучше. Где-то глина. Поле. Бесполивость местных питомников. Прирост мощнее. Что же касается климата. Просто в карту посмотрите. Где Псков. Где Новосибирск. Есть еще климатическая зона. Там и зима. Но лето более длинное. Чего-то не хватает. В СПБ. Псков. СПБ. Санкт-Петербург. Вот. Так. Спасибо за информацию. Осталось только в нее вникнуть. Дело в том. Что. Если местные. Приживаются лучше. Это хорошо. Значит местные. Действительно местные. И. Кого-то не обманули. Привозя с юга. На Алтай. Ближе к выходным. Приходят морозы. По 30 и ниже. О. Мы все себе ждем этого. Несколько дней продляться. Мы все себе ждем. Так. Светлана Каванакова. Климатические зоны нам не помеха. Мы будем кутать на зиму. Сажать наклон под южный забор. Все равно будем сажать и ждать урожая. Ну. Правильно. Наш человек. Нагорный. Так. Ирина. Нагорный Алтай. Резкое потепление. Весь вечер. Ливень. Утром. Ливень. Сильным холодным ветром. По снежим. По крови. 50 сантиметров. Вокруг абрикосов. Обсыпал. Азолой. Там снежный покров опустился. До. 25-30 метров. Жанство. Пойду откапывать. Под снегом вода. Вот. 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 Самое страшное. Я говорю. Именно из-за этого долблю. Холмы. 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 Обижаются на меня. Нахрен ваши холмы. Вот. Мой брат. Он. Специалист. Он. Откопал. Там где заранее откопал. Там земля сухая промерзшая. Я не откопал. Копанул. Вот сейчас. А там это. Там. Ну как. Влага. Там. Сыра. Видите как. Да. Данила. Спасибо за вебинар. Виноградов. Я печатался в газетах. Еще до того. До интернета. Уже сотни статей было. Сотни было статей. Вот. Я. Я. Некоторые газеты меня боготворили. Я же им. Тиражи держал. Только из-за меня. Когда они падали. А другие. Так. Валерий Константинович. Переделайте статью. Пункт первый. Натащил лопату. Пункт второй. Выкопал яму. Метр на метр на метр. И уже подсказывает что должно быть. Не должно быть яма. Вообще не должно быть. Дёрнет. Это совершенно новое слово. Сверху насыпаем холм. Сверху. Дёрнет. Святое. Не тронутый вообще. Вот что такое современное садоводство. До свидания.